Приветствую, дорогие друзья! Сегодня вновь поговорим о радиации вокруг нас об ионизирующих излучениях вот такой неприятный, но красивый старый сюрприз можно обнаружить у себя дома на полке, где-нибудь в кладовке или на даче в сарае или в гараже это часы, которые вероятнее всего самодельные в плане конструкции установленного циферблата и на циферблате и стрелках нанесен так называемый СПД то есть нанесена светомасса постоянного действия с радиоизотопом какой? напишите в комментариях, кто знает когда-то это дело светилось не как фосфор, а круглые сутки напролет ну а сейчас уже практически не светится в темноте а вот радиация есть причем может эта светомасса обсыпаться и если попадет на кожу, в дыхание, в пищеварение систему могут быть проблемы со здоровьем и даже не сразу но сейчас мы не о влиянии радиации на организм человека а о том вот с чем можно столкнуться радиометр дозиметр сейчас он показывал в двух метрах от часов 8 микрорентген в час мы устанавливаем вот прямо перед циферблатом не впритык от радиометра дозиметра до циферблата полтора сантиметра потом стекло и еще чуть меньше сантиметра до самой этой краски опасной ну вот показывает 100, грубо говоря, больше 100 микрорентген или 1 миллирентген это гамма плюс бета, так сказать, условно ну вот попробуем поднести впритык этот радиометр дозиметр нельзя назвать профессиональным но я сравнивал его показания с откалиброванным сертифицированным прибором и показания были близки буквально 5-10% разбежности в показаниях ну вот здесь уже общий 2 миллирентгена или 212 микрорентген в час относим чуть в сторону и сейчас увидим, как цифры падают да, еще интересно можно посмотреть на график вот это количество импульсов в секунду но если мы относим уже буквально на 10-15 сантиметров от циферблата можете на графике видеть, как уже меньше регистрируется излучение и по цифрам тоже, соответственно, будут показания меньше это уже известная физика это природа с расстоянием падает мощность излучения так что будьте осторожны, берегите себя это видео можно назвать демонстрационным которое ни к чему не призывает ну а о том, что делать с такими часами как быть, если вы их нашли дома это отдельный долгий разговор это все писано, рассказано в интернете многократно, поэтому я повторяться не буду просто привел вам один из примеров с чем можно столкнуться будьте осторожны, берегите себя будьте здоровы желаю вам не встречаться с мощными источниками ионизирующих излучений смотрите видео по этой теме у меня на канале и всем удачи! до новых встреч! до новых встреч!